Всем привет! Меня зовут Альберт. Многие знают меня как Альтер, тот самый человек, который уволился с завода, написав песню. И вы можете называть меня дальше придурком и так далее в комментариях. Но перед этим я хочу, чтобы вы все-таки посмотрели это видео и подумали, писать все-таки обо мне плохо или нет. Речь в данном видео пойдет о Дне молодежи, о том, каким я его видел. И я просто хочу высказать свое мнение по поводу Дня молодежи в городе Нижнекамск. Но перед этим я хотел бы вас вернуть в 2017 год. В 2017 году весной мне пришла идея создания организации даже вид феста, фестиваля видеоблогеров для наших нижнекамских видеоблогеров с привозом какого-то топового блогера. Но сам бы я все это не смог организовать, поэтому на протяжении где-то полугода это просто была моя задумка, которая жила в моей голове. И осенью 2017 года Айдар Раисович Медшин устраивает встречу журналистов и СМИ, куда пошел джин Рустам Калимуллин. К сожалению, я был на работе, поэтому лично я не мог присутствовать на данной встрече. И я попросил его спросить об этом, что он думает вообще об этом фестивале и сможет ли он нас поддержать как-то. Он дал согласие и где-то через пару дней в официальной группе Чигиряут, ну в нашей группе Чигиряут, мы размещаем опрос, где написано, что в принципе есть возможность организовать данный фестиваль. И кого хотели бы видеть молодые ребята Нижнекамска на этом фестивале. Опрос быстро разлетелся по личным сообщениям, беседам и так далее. В общем, молодежь начала голосовать и лидировал в опросе Эльдар Джарахов, топовый блогер России. Все это дело откладывалось, откладывалось. И вот в марте 2018 года я увольняюсь с КГБТО Тайфенка. И у меня в жизни такой переворот случился. Состоялась встреча в молодежном центре Ковер, где как раз-таки я огласил, озвучил свою идею. На тот момент, по-моему, я уже подумал, почему бы не сделать не просто фестиваль видеоблогеров, а фестиваль молодежи в городе. Почему бы не сделать день молодежи куда насыщеннее, чем он обычно проходит. То есть, как он обычно проходит. Это концертная программа, какие-то артисты выступают, люди смотрят и все. Я предлагал совершенно другое. Это был бы интересный день молодежи с разными интерактивными площадками. Был бы паркур, брейк-данс, би-миксеры, скейтеры. В общем, разные мастер-классы были бы, ну, проводились бы. Представьте, парк нефтехимика и вокруг него все эти площадки. Как это круто! Вся молодежь Нижнекамска, активная молодежь Нижнекамска, могли бы показать то, на что они способны вообще. Они, мне кажется, любой участвующий, он был бы рад вообще, то, что он принимает участие в данном мероприятии. Теперь вы представляете, каким я его видел. Примерно хотя бы, да? С этим предложением я несколько раз подходил уже к некоторым, так сказать, представителям администрации. Начальник управления по делам молодежи и спорту тоже был в курсе всего. То есть, ну, смотрите, как все это было. В ковре на встрече я сказал, каким я вижу день молодежи. Когда я устраивался официально в молодежный центр «Ковер» при встрече с Данилом, я рассказал, каким я вижу день молодежи. Еще несколько раз я подходил с вопросом, когда мы приступим к организации данного мероприятия. На что я точного ответа не слышал. И так получилось, что все прошло мимо меня. И спустя какое-то время я узнаю то, что уже утвердили артистов, которые приедут на день молодежи. Но я тогда еще не знал их имен. И я в тот момент уже понял то, что, в принципе, день молодежи уже организовывается. И организовывается он без моего участия. Что, конечно, меня расстроило. Но я думал, что мы еще вернемся к этому разговору. В итоге, спустя какое-то время, меня приглашают в администрацию на совещание. И я думал то, что мы будем обсуждать день молодежи. Но когда я пришел, я понял, что разговор будет идти о выпускном 2018 «Желтые кеды». И это очень круто. Круто то, что «Желтые кеды» переехали с площадки у ДНТ на набережную. И теперь у этого праздника есть свое название. И в дальнейшем оно так и будет называться. Это очень круто. С Днем молодежи можно было сделать то же самое, что я, в принципе, и предлагал. Я сейчас никак не гоню на управление по делам молодежи и спорту по поводу того, что они привезли таких артистов малоизвестных. Тут их можно понять. Их бюджет был не так велик. Вот это одна из бед, наверное, так сказать, того, то, что приезжают, ну, такие вот артисты неизвестные. И вот, ну, просто кровь из носа как-то пытаются уложиться в этот бюджет. И я узнал гонорары этих артистов. Я написал концертным директорам. Я понимаю, что, в принципе, на эту сумму они привезли нормальных артистов. Речь, опять же, не об этом. И когда я узнал имена этих артистов, первое, что мне пришло в голову, это пойти и спросить у нижнекамцев, знают ли они таких артистов, и что они об этом думают. Мы пошли в парк «Семья», задали вопросы, знают ли они таких артистов. И, в принципе, данный опрос был привлечением внимания нижнекамцев ко Дню молодежи и к артистам, которые едут на этот праздник. Понятное дело то, что всем не угодишь. Опять же говорю, я не гоню по поводу артистов. Я расстроен от того, что я не принял участие в этом во всем. Что я хочу сказать данным роликам? Такое чувство, что Управление по делам молодежи и спорта просто не слышат, может, даже не хотят услышать молодежь Нижнекамска. Как работать-то с ними? Чтобы понять примерно, о чем я говорил, посмотрите видеоролик о том, как прошел день молодежи, празднование Дня молодежи на площадке у молодежного центра «Ковер». Было несколько интерактивных площадок. Брейк-данс, паркур, граффити. Райтеры, художники приходили. Выступала талантливая молодежь Нижнекамска. Мы сделали нас супер насыщенную, интересную программу. И, в принципе, это можно было сделать масштабней в том же самом парке нефтехинков. Или вот, например, в сквере Лимаева. Здесь тоже, в принципе, большая площадка. Вы можете обо мне говорить кто-то, что-то, какой-то персонаж и так далее. Меня это не заденет. Меня зовут Альберт Давлетшин. Я видеоблогер. И мне есть что сказать. Альберт 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 Альберт.